здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала ну и вот сегодня мне прилетела эстафета прилетела она от людмилы серёгиной который ведет блог школы домоводства по правилам этой эстафеты я должна рассказать о себе это первый пункт что я могу рассказать о себе я довольно таки молодой блогер веду блог который называется нато и томаты как судя по названию блога меня зовут наталья проживая в городе орел мне 52 года вместе со мной живут мой супруг живет мой сын также у меня еще есть дочь которая проживает другом городе мы в доме проживаем сравнительно недавно буквально с 2016 года но наша семья насколько я себя помню всю жизнь занималась огородчеством том числе моя бабушка моя мама у моей бабушки был большой дом в котором проживали все ее дети а у бабушки было много детей три дочери два сына все они проживали в одном доме большом и у нас был огромный огромный огород 25 суток это уже от рука я знаю по рассказам мама я только единственное что с детства помню этот огород был разделен на две части одна часть рос картофель на другой части росли все остальные культуры и мы своими двоюродными братьями и сестрами бегали на конец этого огорода в поход брали с собой хлебушек брали с собой помидоры огурцы и убегали в поход довольно таки прилично было по расстоянию для нас потом когда дом снесли это было где-то восьмидесятых годах 1980 году бабушку купила удачный участок после смерти бабушки 2003 году даче начала заниматься мама я на даче как-то особо не участвовала в посадках и посевах в основном этим занимается моя мама но мама сюда частенько меня с собой брала на дачу по крайней мере благодаря ей уже прикупив наш дом я знала где у помидоров растут пасынки то есть для меня это проблемы не было но что касается выращивания для меня это все новый темный лес и все приходилось меня изучать какие-то советы я получала от мамы какие-то я начать отчитывалась в интернете какие уже помогали мне мои коллеги которые тоже увлекаются по томатами и вот купив дом в 2016 году но при этом его два года вы приводили в жилой вид я начала заниматься посадками на огороде у нас небольшой буквально всего две с половиной сутки причем выращиваю на нем только те культуры которые мне интересны и которые я знаю что мы будем употреблять в пищу цветов у меня как таково на участке очень мало буквально всего несколько кустиков лилия которые остались еще от прежних хозяев вот но буквально три года назад я безумно заболела помидорами стала томатной наркоманкой увлеклась я семейными сортами очень люблю крупнохлодные томаты начинала я с одной небольшой теплички которые три на шесть осталось она тоже от прежних владельцев мы и немножко под шаманили супругом не и начинала выращивать чуть позже буквально три года назад как я серьезно увлеклась помидорами я приобрела вторую теплицу который чуть побольше 3 на 8 вот и вот с тех пор я увлечена очень сильно томатами выращиваю очень много количества сортов из основном они все крупноплодные помимо томатов у меня еще есть увлечение я увлекаюсь кошками я занимаюсь разведением кошек такой породы как корниш рекс уже 15 лет это одно из моих перьез первых хобби томаты это мое второе увлечение тоже очень серьезная но принципе то все что я могу сказать о себе и втором пункте свое увлечение 3 это надо раскрыть какие-то секретики ну секретиков у меня никаких особо нету мифов уже по моему раскрыли все без меня все какие-то мифы и легенды единственно у меня секретики те что я очень люблю эксперименты в том году я ставила эксперимент по подкормке томатов то есть я экспериментировала с разными подкормками добавляла одну убирала другое без всяких подкормок просто и смотрела как растет рассада если меня устраивало то значит я это пыталась применить уже в дальнейших своих посевах в этом году я также увлекаюсь очередным экспериментом хотя такие подобные эксперименты уже тоже проводились но мне хочется все это убедиться именно как это на самом деле у меня будет происходить в этом году я провожу эксперимент по как у проращиванию семян старых семян томатов я развела несколько растворов из разных региентов hb101 и пин и так далее и тому подобное и смотрю что лучше даст какой в результат и сделал также определенные выводы так как эксперимент буквально пару дней назад я уже закончила но это принципе все мои секретики больше таких секретов у меня и нет ну а третье это надо передать эстафету эстафету я хотела передать большим количеством блогеров ну связи с тем что некоторым из них уже передали эстафету другие участники этого мероприятия то хочу передать двоим блогерам с одним блогером я познакомилась недавно это наталья которая ведет блог зеленая усадьба наталья привет и николай качалин который ведет блог сад огород цветник николай тоже привет передаю вам свою эстафету принимайте